В эфире итоговый выпуск среды в материалах журналистов UATV. В студии для вас работает Станислав Листопад. И сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом не только далее, а подробнее. Совет Безопасности ООН осудил обострение боевых действий на Донбассе и применение запрещенного тяжелого вооружения. Об этом говорится в заявлении главы Совбеза, утвержденного на сегодняшнем заседании. В документе подчеркивается, сложившаяся ситуация существенно влияет на безопасность гражданского населения. Совет Безопасности выразил полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, призвал стороны реализовать Минские соглашения и усилить гуманитарную помощь в пострадавших от конфликта регионах. Заявление главы Совбеза ООН является официальным документом. Он утверждается на основе консенсуса без возможности применить право вето постоянными членами Совета Безопасности. День в зоне проведения операции ООС. Российские боевики семь раз нарушили режим прекращения огня. Провокационные обстрелы вели возле Крымского, Марьинки, Гнутова, Павлополя и Широкина. В районе Опытного открывали огонь из 120 и 82-мм минометов. Подразделения ООС давали адекватный ответ, сообщили в пресс-центре операции. Потери противника уточняются. Свой профессиональный праздник отмечают украинские журналисты. К обычной экипировке, микрофону или диктофону многим из них пришлось добавить бронежилет и каску. Десятки репортеров освещают события на Донбассе. Не один раз попадали под обстрелы оккупантов, однако всегда готовы выполнить свою работу вновь, чтобы рассказать миру последние новости с передовой. Как это быть журналистом в окопе? В сюжете нашего фронтового военкора Игоря Меделяна. Это видео на своей странице выложил журналист Евгений Агарков. На нем группа украинских репортеров пытается укрыться во время обстрела боевиками прифронтового поселка Зайцево. В кадре есть и корреспондент Александр Махов. Его дом в оккупированном Луганске. Свой город он покинул ровно 4 года назад. Я однажды сказал себе, что я вернусь в Луганск либо в Берцах, либо с микрофоном. Выехав в Киев, он продолжил освещать события на Донбассе. В то же время стал на учет военкоматы. Вскоре мобилизовался. Хотя, как вынужденный переселенец, имеет право не служить в армии. Воевал под Горловкой. Сначала зенитчик, потом пулеметчик. Дома на стене флаг с автографами побратимов. Он сам танкист, нарисовал мне танк. Я потом попросил его, говорю, нарисуй мне ПКМ, с которым я воевал. И он нарисовал ПКМ. И тут вот братану на память этот пулемет крепил врага в Зайцево. На войне получил позывной журналист. Закончив службу, сержант Махов продолжил репортерскую работу и сейчас опять ездит освещать войну. У него дома всегда на готове бронежилет, каска, аптечка и самые необходимые вещи. На случай, если снова придется защищать Украину с оружием в руках. Если, условно говоря, завтра позвонят и скажут, что нужно ехать, то я готов поехать. Ну, там не завтра, даже сейчас. По оголтелой бабушке зомбированная масса, ярая такая, она всегда страшнее, чем мины, пули. Потому что если ты приблизительно понимаешь, куда может приблизительно прилететь снаряд или куда могут стрелять, и стрелкового, то ты не понимаешь, как будет действовать толпа в ярости. Таким свой Донецк увидел Владимир Михайлов весной 2014-го. Тогда он несколько лет уже работал в столице и поехал освещать события на Востоке. Украденная боевиками аппаратура, угрозы, побои. Так журналиста украинского телеканала встретил родной город. Вскоре Донбасс он увидел со стороны передовой. У многих украинских репортеров в телефонных книжках есть номера бойцов, которые уже никогда не ответят. И эти смерти героев своих материалов воспринимаются как личная утрата. Алексей Гадзенко потерял на войне самого близкого человека. Боец на видео – родной отец журналиста Алексея Гадзенко. Дмитрия с позывным «Годзилла» знали и любили многие – от репортеров до местных, которым он никогда не отказывал в помощи. Дмитрий Гадзенко погиб за день до своей демобилизации. Алексей продолжил работать журналистом на войне. У меня в стране война. Я не военный, я журналист. Но я должен как-то помогать в это сложное для страны время. Лучшее, что я могу делать – это мои сюжеты, статьи, фотографии. После того, как погиб мой отец, я понял, что не могу останавливаться. Я должен продолжить это дело, за которое он отдал свою жизнь. И отдали жизни тысячи украинских защитников. Я говорю, да все, я устала. Ну в конце концов, ну 4 года из них, наверное, 2 года и 8 месяцев. Ну точно, по 3 года я безвыездная там. Все, уже хватит. Я свое, так сказать, долг отдала. Ну она же не закончилась. Чтобы показать, что война не закончена, им приходится в прямом смысле рисковать собственными жизнями. Материалы украинских журналистов, снятые на передовой, не раз и провергали ложь российских оккупантов. Несмотря на постоянный риск, усталость, трудности, многие продолжают работать, уже пятый год подряд, демонстрируя правду о войне, своей стране, Украине и миру. Игорь Меделян, Ирослав Матиш, Максим Градобик, ЮЭй ТВ. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней группы Ирина Герасченко в очередной раз направила российской стороне письмо с просьбой ответить о возможности обмена 23 россиян на украинских политзаключенных. Об этом она сообщила в фейсбуке, отметив, что российские ведомства продолжительное время не дают ответа, отсылая друг к другу. Ирина Герасченко написала, цитирую, «похоже, в Москве чемпионат по футболу начался досрочно. Футбол по-русски – это отфутболивать своих граждан, выбрасывать их в утиль, как сдутые и использованные уже ненужные мячи». В оккупированном Крыму очередной обыск и задержание. Ранним утром российские силовики пришли в дом Абдурахмана Рустамова в Старом Крыму. Крымского татарина вывезли в неизвестном направлении, а супругу забрали в ФСБ Феодосии. После допроса ее отпустили, а расспрашивали о муже, о его отношении к ИГИЛу и войне в Сирии. Где находится Абдурахман Рустамов до сих пор неизвестно, сообщил в комментарии UATV активист Мустафа Сейдалиев. «На горячей линии звоним, пока информации не подделан. Кто ему инкриминирует, так же информации нет. Ну, по самому обыску детали могу что сказать. Ну, сегодня очередной раз увидели полнейший беспредел со стороны правоохранителей, так как ворвавшись в домовладение, не представившись, не предоставив вообще никаких документов ни на личности, ни на проведение обыска, они все-таки провели это следственное мероприятие, вывезли жену Феодосию, допросили ее, забрали у нее с рук телефон, лазили в телефоне без ее разрешения». Крымчанин Владимир Балух голодает 80-й день и за это время потерял 30 килограммов веса. Об этом рассказала адвокат украинского активиста Ольга Диндзе. Спустя месяц голодовки в крымском СИЗО архиепископ Климент уговорил Владимира принимать хоть какую-то еду. Политузник перешел на сухари и кисель. Владимир Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта, протестуя против приговора оккупационного суда Крыма. Его осудили на 3 года и 5 месяцев в колонии поселения, безосновательно обвинив в хранении боеприпасов и взрывчатки. Правозащитники считают, Балуха преследует за его проукраинскую позицию. Здоровье незаконно осужденного в России украинца Олега Сенцова на пределе. Его состояние стремительно ухудшается, рассказала адвокат Ольга Диндзе. Олег Сенцов голодает уже 3 недели. Прекратит голодовку только, когда Кремль отпустит всех украинских политзаключенных. Сенцова в России по специфицированным обвинениям в терроризме незаконно осудили на 20 лет колонии строгого режима. Его сравнительно недавно обследовали в гражданской больнице. Его специально вывозили в гражданскую больницу, что, кстати, большая редкость в колониях. Состояние здоровья ухудшается в связи с голодовкой. Если будет ухудшаться его состояние здоровья, скорее всего, врачами будет принято решение о его принудительном кормлении. Поскольку они не могут позволить ему умереть в колонии. Великобритания призвала Россию освободить граждан Украины, которых задержали и приговорили к тюремному заключению из-за несогласия с незаконной аннексией Крыма. Заявление Министерства иностранных дел страны опубликовано на правительственном сайте. В документе подчеркивается, украинцев приговорили к длительным тюремным срокам после судебных процессов, которые по всем признакам не соответствуют международным стандартам. Также британский МИД выразил обеспокоенность с состоянием здоровья Олега Сенцова, Александра Кольченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха. Мы глубоко обеспокоены состоянием здоровья четырех удерживаемых Россией граждан Украины, которые объявили голодовку в знак протеста против длительных сроков украинским политическим заключенным. Их содержание под стражей, равно как и содержание под стражей многих других украинцев в России, выглядит политически мотивированным. Мы призываем российские власти освободить их немедленно. Российский контроль над Крымом незаконен и нелегитимен. Это вопиющее нарушение большого числа международных обязательств России. 12 июня Украина подаст иск в отношении России в Международный суд ООН за нарушение двух конвенций о запрете финансирования терроризма и расовой дискриминации. Об этом сказал министр иностранных дел Украины во время рабочего визита в Харьков. Я не могу, звичайно, коментовать меморандумы. Меморандум о нарушении России и конвенции о запрете финансирования терроризма состоит более чем из 10 тысяч страниц. То, что группа, которая работает под руководством голландских друзей, одновременно доказала, кто начал движение на территории оккупированного Донбасса. Еще раз показывает, что все прекрасно понимают, что происходило и что происходит сейчас. Тем временем возвращение России в большую восьмерку исключено. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время выступления перед депутатами накануне саммита G7 в Канаде. При этом она отметила, что переговоры с Москвой продолжаются. Однако любые решения возможны только после того, как Россия прекратит нарушать международное право и разрешит конфликт в Украине. Аннексия Крыма стала вопьющим нарушением международного права и поэтому исключение России с формата большой восьмерки стало логичным шагом. Но, несмотря на это, мы ведем переговоры. При этом между нами не было ни одного разговора о разрешении конфликта в Украине без упоминания необходимости действовать только в рамках минских соглашений. 75 человек погибли, почти 200 пропали без вести вследствие извержения вулкана Фуэга в Батемале. Сотни полицейских сотрудников Красного Креста и солдат, задействованные в спасательных операциях, власти объявили срочную эвакуацию населения. Подробнее о самом масштабном извержении вулкана почти за полвека. Смотрите далее в сюжете. Мы пришли сюда, чтобы помочь спасательным группам в поисках пропавших без вести. Среди них – моя дочь. Массовая эвакуация. Десятки погибших и раненых. В Гватемале с воскресенья извергается вулкан Фуэга. Потоки лавы сжигают поселки. Горячий пепел, смешавшийся с водой и мусором, блокирует дороги. В трех департаментах страны объявили красный – наивысший уровень опасности. Более трех тысяч жителей покинули свои дома. Сейчас работники скорой помощи, спасатели и солдаты гватемальской армии проводят поисково-спасательные операции. Надеются найти всех пропавших. Больше всего пострадали поселки Эль Радео и Лос Лотес. Там нет электричества, поэтому спасательные работы на ночь приостанавливают. Нам некуда идти, негде остановиться. Мы потеряли все – нашу землю, дома и вещи. А некоторые люди – всю семью. Мы надеемся на помощь правительства. Извергаться Фуэга начал в воскресенье. По данным спецслужб, стихия коснулась более миллиона человек. Это самое масштабное извержение в Гватемале за 44 года. Анжела Ляшко, ЮАИ-ТВИ Современные дозиметры, маневренные экскаваторы и гостиница на колесах. Украина получила оборудование для извлечения ядерных отходов из временных и заброшенных хранилищ. Технику смогут использовать во время чрезвычайной ситуации с угрозой радиоактивного загрязнения. Проект финансирует Европейский Союз. Как будут очищать Украину от опасного наследия, знает Евгения Бурдан. В таких контейнерах будут перевозить радиоактивные отходы из временных и устаревших хранилищ. Для извлечения загрязненных предметов и грунта, компактная установка для бурения и маневренный экскаватор. Найти источник радиационного излучения, даже если он под землей на глубине до 10 метров, из безопасного расстояния изучить его природу, взять пробы грунта и воздуха, помогут современные дозиметры и георадары. Позволяет измерить мощность излучения, дозу, активность в зависимости от условий и расстояния. И позволяет все это в режиме реального времени, в реальных масштабах увидеть на видео, чтобы принять решение, что дальше делать с объектом. Для длительных выездов аварийных бригад по работе с радиоактивными отходами – гостиница на колесах. С автономным отоплением, мини-кухней и запасом воды на 300 литров. Здесь пять кроватей, оборудован холодильник, душевая кабина, санузел. Технику государственная корпорация «Радон» получила от Европейской комиссии. Это один из проектов по повышению уровня ядерной безопасности Украины. Три миллиона евро предоставили европейские страны-доноры. Для Украины это важный вопрос, поскольку это страна с очень развитой атомной энергетикой, где образовывается много ядерных отходов, с которыми необходимо обращаться надлежащим образом. Украина также провела ряд мероприятий, чтобы это реализовать. Например, возобновила работу фонда по обращению с радиоактивными отходами. То есть те, кто создаёт радиоактивные отходы, те, кто ввозит такие материалы, они делают соответствующее отчисление. В июле новую технику опробуют на пилотном проекте «Пески-1». Специалистам предстоит очистить 54 объекта возле Чернобыльской зоны отчуждения. После того, как случилась авария на ЧАЭС, остались пункты дезактивации автотранспорта и людей, которые сейчас за пределами зоны отчуждения. Но там есть радиоактивные материалы, которые могут нанести вред людям и окружающей среде. В Украине радиоактивные отходы, медицинские, военные, научных институтов накапливались с 60-х годов прошлого столетия. Чтобы изучить их все и сделать экологически безопасными, разрабатывают государственную стратегию по обращению с ядерными материалами. Евгения Бурда, Александр Бугай, UATV Украинские анимационные студии рассказали, с чем поедут во Францию. С 11 по 16 июня в Анси пройдет международный фестиваль анимации. Одно из старейших и престижнейших из подобных мероприятий. Второй год подряд аниматоры из Украины организовывают национальный стенд на одной из площадок фестиваля кинорынки «Мифа Маркет». О развитии украинской анимации и мультипликационных новинках расскажет Тамара Каноненко. Наталья Гузеева придумала культовых героев 80-х – Капитошку и Петю Пяточкина. Первый мультфильм – история о добром волчонке, который мечтал быть злым. Знакомство с веселой дождевой капелькой Капитошкой помогло ему остаться самим собой. Второй персонаж – энергичный и веселый, не похожий ни на кого Петя Пяточкин. В его приключениях в детском саду зрители увидели много скрытых смыслов, в том числе и такие серьезные темы, как подавление личности коллективной идеологией. Если Капитошку я ассоциирую с чем-то таким душевным, философским, то Пяточкин – абсолютно земной персонаж, со всеми достоинствами и недостатками. Нелегкий ребенок, слишком активный, от него устают. Но в этом же и интерес, почему ребенок должен быть как робот спокойный. Как сценарист и сооснователь анимационной студии Гузеева второй раз презентует свои проекты на фестивале во Франции. Всего в составе украинской делегации 14 студий и два фестиваля. Они представят короткометражные и полнометражные картины и сериалы, которые уже вышли на экраны или в стадии создания. Среди них и рекордсмен украинского проката полнометражный 3D-мультфильм, созданный при поддержке Госкино «Похищенная принцесса» Руслана Людмила. В Украине букс-офис составил чуть более 36 миллионов гривен. И действительно мы стали рекордсменом среди украинских фильмов в национальном прокате по букс-офису. Для анимации очень важен международный прокат. Уже больше 100 стран у нас проданы права. Не везде, естественно, кинотеатральный прокат. Современная анимация – неотъемлемая часть киноиндустрии, говорят в Госкино. Я бы не разделял на самом деле киноиндустрию на жанры, потому что это все очень взаимосвязанные процессы, особенно в условиях современных технологий, когда и в игровом кино достаточно много используется анимации в виде компьютерной графики. В скором времени на большие экраны выйдет полнометражная анимационная картина о новых приключениях Пети Пяточкина. На ютуб-канале Украинской государственной анимационной студии историю о том, как Петя Пяточкин слоников считал, уже посмотрели более 4,5 миллионов раз. И с каждым днем количество просмотров растет. Основной аудиторией мультиков всегда были дети, поэтому к их созданию стоит подходить максимально ответственно, считает Наталья. Уделять внимание не только картинке, но и содержанию. Вот для меня награда не победа на фестивалях или конкурсах литературных или каких-то других. Для меня, честно, самая большая награда – это память зрителей. Потому что три поколения выросло, которые знают этих героев и не перестают их любить. Вот это для меня самый большой приз. Тамара Каноненко, Максим Градобык, UATV Такой была среда в Украине и мире. Эту и другую информацию можно найти на наших страницах, в соцсетях, а также на четырех языках на сайте канала uatv.ua. Спасибо, что смотрите. Оставайтесь с нами. Берегите себя и думайте только о хорошем. До встречи.